Побеседую, я говорю, как там у вас? Аня, учительница, которая взяла мой класс, он первое место в школе занимал. Ну, представляешь, этот, я брала его в учительнице и говорит, читает им там грудь и круга, от обезьян и человека я зашёл там, и прочее, чтобы Христа нет, Бога нет и прочее. Ну, одним словом, я говорю, хорошо, я приду к вам сегодня в школу и поговорю с темночки. Вызываю его на втором этаже, на первый этаж, весь мой. Я говорю, вы какое право имеете говорить детям против Бога? Вы какое право имеете говорить детям? Что это объясняет, да? Что это объясняет, что он у вас пришёл. А как там? Ой, я это. Это кто прошёл? Это вот, приехал со мной Александр. Александр. Александр, я вижу, что как-то не знакомо ничего. Александр. Ну, и вот, представляешь, главное, это поговорилось. Я говорю, вы знаете, что за эти слова ждёт вас? Огонь, геенский. Вы хотите в огне гореть? Если вы рая не признаёте, то в огне непременно будете гореть. Непременно. Вы представляете, на неё такой великолепный страх Господь пропустил. Она прекратила читать и прекратила говорить против Бога, что там. А директор вызывал постоянно на её детей. Он говорит, ну, посеял уж она их. Они там одну, а они... Ну, а солнце почему не падает? Луна, солнце, звёзды, они что-то... Кто-то их держит? Если само по себе, то как само по себе солнце могло? А дождик откуда? А снег откуда? Кто это всё знает? Давай, давай. Они одну, мы говорят, их разоглядили. А, боже. Они одно. А вот там долгой звонок у нас. Часами без его ничего не смогли сделать. Я говорю, слава тебе, Господи, ты Дева Божие. И вот... И вот вы, когда Игнатия посадили, вас уволили? Да. Вот отсюда мы с вами. Когда Игнатия посадили, меня уволили. Я пугала. А вас уволили тут почему? Игнатия посадили. А вы в архиве работали? Нет, это я на Васильевске работала. А здесь я работала. На стройке потом мне со стройки ушла, потому что я болею на желудок. До сих пор у себя такие кишечек, опущенные плечи, и всё опущено. Штукатурно. Он работал плеточниками. Шесть месяцев учил. Всё сдавано отлично. И практику, и теорию. Мы три года проработали в больнице, и нигде вас не принимают. И они приезжают, и тут нет ученика. О, рада мне отстали. Потому что за часами, два часа я поработаю. Остальное время я люди приезжают. Уезжают, я билеты купить, проводить, накормить. Постельное белье постирать. Всё это принять. Человек подъесть. У нас ничего. И это всё на них приезжают. Это вот маленькая кастрюля. Она я большая. Вон целёно большая. Вот такие кастрюли, которые... Второй. А то есть, если его посадили, то вас обязаны сразу были улы. Ага. И когда вы пришли, и мне улы. А, работа моя. Они так ценили работу, что каждый праздник давали благодарность. Я говорю, а что на эту бумажку ничего не купишь? Да и идола какого-то я его не принимаю. И не принимала я типа. Там Ленин был, что ли? Ленин был, что ли? А я его назвала идолом. Мне ещё за это упадало. Ну ладно. Угули. Не посмотрели на мои слёзы. Не посмотрели на хорошую работу. Что отличная людина. Каждый праздник мне благодарности. Как же все довольны, начальники, что заплестели на шлёк, на чистота порядок, которые работают, это пьяницы, да? Телефоны пыльные. Это окна грязные. Я не знаю, что... Ну, это я пошла за всё это наплёдок. Так они довольны были, начальники. Ну, представляешь, когда умолили, в январе умолили, да? И только... И до сентября, октября я свободна была. Я имела возможность съехать, глянуть и жаловать много раз. Его друзья приглашали меня в Москву. Я в Москву ездила. А знаешь, они что сделали? Они меня в КГБ пригласили. А, слушай, ты мне маленечко дай. Ты угостил. А я не ела. Нет, я всё не заберу. Я маленечко заберу. А люди просто... Вот мне и хватит этого. Спаси Христос. Ну и вот, что ты думаешь. Бог про мастер. Что Господь делает? Ну, вообще... От нас всё это сокрыто. Его пути, Его слова. И всё. Всё сокрыто. И только мы видим, что благодарность одна Ему. что у меня до самой осени я была свободна. Представляете? А он сидел докуда? А он в 87-м году, в 86-м его посидели. А меня в 86-м сразу же уволили. И в 87-м году его выпустили. В марте месяце. И я в Москву к друзьям приехала. А они друзья, друзья, куда меня были? КГБСу привели. КГБСу? А КГБС ей вопросы задаёт. Я с ней беседую. И беседую так, как будто бы... Ну, я откуда свою привели? А, конечно, конечно, мы хорошего. Непременно мы ему болели. Всё. Ну, а что они пообещают? Они же никогда не сказали. Теперь я уехала. Они мне заверили. Всё. Я уехала. И вот так. И вот так. Вот раз. Свидания нам не дали, но этот раз. И я поехала. И мне снова звонило из Москвы, что приезжайте, Надежда Царевна, приезжайте. Срочно. Я поехала. А в Тюмени работал батюшка, отец один. Я заявила в Тюмени по пути. Он мне отправил в Тоборск. Там бископ отец Александр служил. Бископ служил. И я там на клироссме сразу прочитала на различные места. И вот ещё не кончилась служба. Выходит отец Александр. Надежда. Мигом в аэропорт Фронзе Игнатьев вызывает. Его выпустили. Я говорю, да я только что оттуда. Несколько дней как-нибудь. Чего? Как выпустили? 27 марта значит. 27 марта Ну мне сейчас отец Аким позвонил, чтобы ты немедленно ехала в аэропорт. Я бегу на аэропорт. уже темнеется так же. Билетов нет до Фронзе. Я беру до Новосибирска. Из Новосибирска до Алмата. И из Алмата я на машине. Утром приезжаю в Швец позвоню. Тук-тук. Выходит лежать. Такая радость была. Такая радость была. Он говорит «Я вчера только позвонил ты сегодня уже здесь». Так я говорю «Я на самолете летела-то сразу». Мне как сказали я сразу лет пел с пересадкой когда на среду. Ночь пролетела и проехала и к 6 утра я уже была на свидании. И мы с ним жили в Афронзе до осени. Потому что пока борода у него растет. А где там жили-то? Ну там родители его жили. Брат его там жил. Сестра жила два брата. Ну и родители жили. И каждый день беседы. Каждый день с двумя священниками познакомился. Они перед всем народом покаялись тоже. Владимир Цветков и Александра какое-то там отношение. Это Владимир Александр Монар и Цветков Божьей. Ну и вообще а у меня группа была с высшим образованием. Такие хорошие все люди. И вот все время беседы. И одно то, что интересно было, они, эта группа говорят, мы хотим с артистом сходить. А батюшка говорит, только Снайдер и Васильев. Покажи мастер и мастер и мастер это пошли на мастер и в этот день не с вами не поменчалось. Первый этаж, второй этаж, второй этаж, второй этаж. Алексей, что ты говоришь? Машкараз? Машкараз? Машкараз. Машкараз. Больше трех тысяч человек. Ему так понравилось. Ему так понравилось. Такое представление было. Изумительно. Ему так понравилось. Ты сама любишь? Ну и давай я ему таинство. Я больше вас туда не пущу. Не вздумайте. И давай их разбуждать тоже самое. На исповедь ко мне. Не верю нам. Ну все. Один из моих остались. Игнатий их разубедил. И говорит, а больше не пойдете. Я им хоть сказала. Ходить как мы ходили. Слушать проповедь, песнопение. Это очень полезно, назидательно. Это для нас. А чтобы переходить ни в коем случае. Ни в коем случае. Ну они не послушались вот так. И им запретили вообще больше выходить. Ну да. Значит им и нельзя даже. Они слабые. Ага. Они слабенькие были. Ну и вот хорошо так было. И потом пришла я устроена с диспетчером. Лифтюрную. Тоже закончила курсы. Лифтюрную. Где-то почти три месяца. И я поступила на курсы трехмесячные. Закончила. И была уже диспетчерская лифтюрная. И там еще такой случай был. Лифт я проверяю. И выхожу. И звоню по телефону. Да все в порядке. Это как диспетчерная. И все. Закулив. Как и без. А вы что здесь, Сладкина, работаете? Я говорю. Да. А что? Вы что диспетчером работаете? Я говорю. Да. Так. Все понятно. Ну я вышла. На следующей установке. Вышла. Пошла. Ну я лежу. У меня диспетчерская была. Прихожу к диспетчеру. То есть этот. Я тебе, Катенька, наверное, вот этот случай рассказала. Еще один момент какой. такой. И КГБС там мне звонит. Алло. Это диспетчерская? Я говорю. Да. Что вам нужно? У вас там работает Лапкина Надежда Васильевна. Пожалуйста. Вы знаете, что она верующий человек. И вы будьте осторожны с ней. Ну и так. Я говорю. Я говорю. Благодарю за все сообщения. Что бы ты не должен со мной разговаривать. Ну и там еще много-много наговорил. Я уже сейчас не смогу все это говорить. И когда он говорил так. Где еще те пришли лифтью. Это тоже дежурная. Я им все это рассказала. Они говорят. Ну и что этот верующий человек сделает для нас такого? Ничего. Мы живем дружно. Хорошо. Работаем. Как должно. А было время-то такое. Ну 80-е годы вообще-то было уже. Восьмой год. Восьмидесять девятый. Вот этим. А в девяностом. Где-то девяносто первом году. Что я пошла уже на пенсию. А на пенсию пошла. Я после пенсии устроилась. То есть вела занятия в детском творчестве. Вела занятия. Они меня устроили в район официально преподавать дополнительное образование по урокам христианской школе. Я почти 5 лет проработала. Вот так. Это когда мне из школы еще уволили. Такую статью написали. Я говорю, ну а когда буду в школе о Боге говорить, я снова вернусь в школу. Я люблю детей. И с 1 по 11 класс я дала занятия. А что за статья была? Что? Что за статья была в советское время? Как называлась? Даже она как-то мне потом привлекли за недоверием. Ну то есть притянута за уши. Вообще не связана, да? Ага. Нет. Какой-то там. И почему-то меня не принимали. Они с начальником поговорили. Надежда Васильевна, как раз побеседуйте с нами. Пусть сейчас, дорогие, в церковь. После нашей беседы невозможно устоять. А нам нельзя. С работы уволят. Квартиру отберут. Машину отберут. Я говорю, у нас тут Томочки в чемодане лежат. В общем, были очень интересные годы гонений. Самые известные годы были. Самые интересные годы были. Да. Невероятно, когда рассказываете, как так, что так все люди просто сказали о Боге, о Кресте и сразу так гонят. Да, да, да. И это как общепризнанно, общепринято, да? То есть это прям дух этого обитает везде. Что нельзя говорить ни о чем, ни о чем. Ни в коем случае. Ни в коем случае. В слух не произносите даже. Один начальник где-то мне говорит, вы зачем пишите заявление об увольнении. Я говорю, дефонт отставил. Нравит это? Все. Пишите. Начальник. Ну ладно, не пишите. Идите, работайте. А потом только о Боге не говорите. Я говорю, ну вы скажите им, чтобы они не задавали вопросы. В бухгалтерию зайду там. Вопрос на вопросе. Беседуем час-два с ним. А они возьми начальник. Я говорю, вы зачем начальнику так говорите? Тогда я с вами беседовать не буду. Понимаете, он меня увольнять хочет. Аня, ну конечно. Мы не позволим. Что? Еще умирать вас. Нам интересно. Мы задаем вопросы. Поэтому. А там люди-то были такие. Ну, значит, они либо были избраны или как, либо призваны к Господу. Все равно. А потом я начальницу увидела в церкви. Вот так. Вот. Прячет себя. Думаю, что-то мы пришли. А потом-то я уже не знаю, как этих людей я никогда не видела. И тех учителей директора не видела, которые меня уволили там в школу. Думаю, как они вот эти годы-то, когда признали, что можно говорить о Боге в школах, свободно. Как они расприняли? Вот это мне интересно было. Это не пришлось. Потому что я больше в Новосибирске ездила и не знаю. Ну, а здесь свободно. Я где-то в школах, наверное, 15 или больше даже по предложению ходила. То в один класс пригласят, то в другой. А в одной школе, как я работала, прям в восемь лет, в 21-м классе. Ну, вопросы разные задавали. Мамечка, ты это что-то для кого-то? Само по себе. Что ты хорошо себя по себе заставила? А потом будешь жидеть, а потом умолился. Я говорю, вот мы сидим в школе. Кипичик на кипичик. Партнер сято, само по себе заскочила. Вы верите в это? Что само по себе это здание построили? Что само по себе это? Эти фарты закрыты на снег. Все само по себе. А этот мальчик в 5-м и в 4-м классе не помогали. А мне сказали, что это человек от обезьяны. Я говорю, да, но это от обезьяны. И что? Ты видел хвостики, да? Ну да, все, как у обезьяны. Да нет. Кошка. Она что собачку принесла? Кошку. Собачка принесла что? Щенка. Да. Теперь. Ну, в общем, так я все по порядку. Я говорю, где была эволюция? Да Дарвин еще. Я говорю, да Дарвин не об этом. Он был бессмолирующий человек, при том диакон. Это не об этом. Вот это. Я говорю, яблони, она что привлечилась через какую-то грушу. Грушу. А это вишня. Ну и так начинаем все по себе. Да нет. Я говорю, вот это архитектор. И он одним словом сказал, и все сделается. Одно слово. Да будет. И только человек сказал, сотворим мы по образу нашему, по подобию нашему. И я мечтала за что-то. Глава прямо оттуда. Я говорю, как же это. Все невероятно. Столько красиво. А человек, какая гармония. Какая гармония. Глаза не здесь, а вот здесь. Вы посмотрите, какая красота. Я говорю, посмотрите, как все это сделано. Сюда пищу хорошую закладываешь. А там не видно, что уходит плохая. Вы тоже, если не видите, а не ха-ха-ха. Перециклаз личности. Я говорю, что вы смеетесь. Над этим не надо, не смеется. Все так, Господь. И там какая гармония. И притом даже вот многие хирурги говорят, какая красота там. Там какие-то цвета. Говорит, все. Когда разрезаешь, говорит, там и красные, и какие-то синие. Еще какие-то цвета. Ну, в общем-то, очень красивые какие-то. И, кстати, каждый орган выполняет свою работу. Свои действия. Это же чудо. И уши-то не здесь где-то, не на макушке ничего. А все как лично. И вот так вот мы с ними беседовали. Ну, не знаю, насколько убеждены были, не знаю. Но у нас, когда дом сгорел, она Никитина. Одна все-таки дозвонила. Папа, интернету нашла ее. Девочка, Надежда Васильевна отдала. Я ищу вас. Сколько лет уже. Я уже замуж вышла. У меня уже ребенок. Я хожу в церковь. Муж вас священником поставили. Я граф-то священник. А я вас надеюсь. Я после ваших беседок пошла в церковь. После ваших беседок завершила. Ну, и вообще никакие не были. Поменты. А еще что интересно. То, что с пятого класса по одиннадцатый. Я была хорошо знакома с паттистами. Мы с ним дружили. В смысле, вот по Слову Божьему. Они преподавали в школах. Я преподавала. В воскресной школе. И вот им из Германии присылали вот эти маленькие. Мужские новые заветы. Я попросила в те школы, в которых я работаю. Пришлите, пожалуйста. Привезите. И они привезли. Ценные ящики. С пятого класса по одиннадцатый. Каждого. В школах. Везде. А Библии. Синогамру перевер. 77 книг. Ника такие маленькие. Библии тоже. Ну, хорошо. Хорошие. Печатки хорошие. И вот они принесли. Я захожу в эту учительскую. О, а где Библии? Получите. Мы разговаривали. Да, конечно, верующие. Они себя как-то взяли, чтобы мы вернуть. И почитаем. Говорит. Ну, это хорошо. Я довольна была все равно этим. Один мальчик подходит и говорит. Надежда Васильевна, а можно продать эту книгу? Мне она не нужна. Говорит. Ух ты какой. А ты там, посмотри, что написано. Продажа не подлежит. И кто у тебя купит? А тебе что? Деньги дороже, чем эта книга? Да это книга Вечности. Ты почитай ее. Ты уверуешь. И будешь со Христом в раю. А так ты в аду будешь. Как ты? И вопросы разные. И ответы тоже. И так Господь давал, что... Ну, давал так по силам вам. Что я знаю. Так Господь же не делает так, что не так. Еще дождики дали? А? Леночка. Нет, дождика нет. Что ты сказала? Я ничего не делала. Кошки делала. Алексей пошел бы спасать кошку? Да, кошки. Ну, вот такие вот делали. Да, интересно. Не знаю. А потом мы уже осенью уехали в Барнаул. А потом, знаете, в Москву поехал с этим священником всяким, который тоже в Кирганх сидел. Дудко? Нет. Дудко, да, его духовный отец был. Сначала потом все. Ну, на счет депутатов был. Ну, в общем, вот. Свидетельство какое было. Свидетельство было. Хорошие годы Геннады были. Сейчас уже вспоминать хорошо, да? Сейчас так да. Ну. Ну. Ну.